Вечер на седьмом продолжаю я, Виктория Белошицкая. Здравствуйте. Беседовать мы будем с народным депутатом Украины Владимиром Куриным. Здравствуйте, добрый вечер. Который является ответственным за политическую часть избирательной кампании блока Порошенко в Одесской области. Верно? Да. А что, в двух словах, в чем заключается ваша ответственность? Ну, на самом деле, центральный штаб партии Блок Петра Порошенко принял решение создать такой институт политических координаторов в регионах для того, чтобы более четко доносился сигнал позиции блока по основным вопросам избирательной кампании. для координации действий в политической плоскости и взаимодействия между штабами разных уровней в регионе, между кандидатами, между представителями, между штабами нашей политической силы и других политических сил. То есть, вот для этих целей был создан такой институт, и вот в Одесской области... Ну, то есть, вы абсолютно в курсе особенностей этой кампании. Можете сказать, как она прошла, ну, практически уже прошла, хотя еще недели, чем она отличается, допустим, от той, которая была в 2012 году? Ну, на самом деле, надо признать, что эта избирательная кампания, если ее сравнивать с кампанией 10-го года, 12-го года, 10-го местной, я имею в виду, 12-го парламентской, была, ну, на мой взгляд, на порядок более демократичной, достаточно либеральной, я бы сказал так, и за исключением некоторых недостатков, которые носят в нашей избирательной истории, скажем, такой хронический характер, в целом носила, ну, приемлемый характер и может быть признана демократической, даже европейскими экспертами. К недостаткам этой кампании нужно отнести одну из основных проблем, это подкуп избирателей. Подкуп избирателей стал ахиллесовой пятой нашей избирательной системы, которая работает, вторую избирательную кампанию, после отмены чисто пропорциональной системы по закрытым спискам, мы пришли к смешанной системе. В смешанной системе половина парламента избирается по одномандатным, мажоритарным округам. И это вернуло старую историю, если вы вспомните, у нас была уже когда-то проблема с подкупом избирателей. Она всегда была. Да, ну, она в меньшей степени, она значительно легче нивелируется при партийной, пропорциональной системе. При системе, когда в округах отдельные бизнесмены, олигархи, маленькие, большие, региональные обороны и так далее, пытаются получить парламентский зонтик, получить мандат, который будет помогать им в бизнесе, будет защищать их бизнес. Да, это может быть и выгодно этим людям, но совершенно невыгодно обществу в итоге, потому что попадающие в парламент бизнесмены, они думают прежде всего о своих каких-то интересах, о защите своего бизнеса, о потраченных средствах в ходе избирательной кампании, о том, что их нужно вернуть, и забывают о том, что есть какие-то общенациональные проблемы, общенациональные интересы, и находясь в парламенте, они должны как бы быть немножко над схваткой. Ну, то есть вот этих взяток избирателей много зафиксировано? Очень много. Нам не удалось этого избежать. Практически во всех регионах Украины одна и та же картина. Тотальный подкуп избирателей прежде всего в разрезе мажоритарных округов. И тут надо добавить справедливости ради, что грешат этим не только представители, ну, скажем так, старой политической системы, старых партий, которые уже отходят сегодня в прошлое, я надеюсь, но и демократических партий, но и тех партий, которые декларируют свою проевропейскую ориентацию, которые говорят о новых подходах в политике и так далее. К сожалению, и кандидаты от этих политических сил зачастую грешат. Ну, может быть, это наши традиции проставятся. Я не знаю, в мире есть еще такой феномен, как подкуп избирателей? В цивилизованном мире подобного феномена нет. Такого не может быть. В том числе мы знаем, например, историю, знаем пример британской избирательной системы, она чисто мажоритарная. Да. Это не то, что... Мне трудно представить себе. Это не то, что искоренено, но даже перевод подобной истории, эпизодов, которые встречаются у нас, он очень сложен. Они не понимают, о чем речь? Они не понимают, о чем речь. Поэтому, несомненно, есть большая проблема. Кстати, законодатель попытался сейчас максимально дать правоохранительным органам. Там, я знаю, до 7 лет, что ли, по-моему, да? Да, да. То есть это правда? Уголовная ответственность, несомненно. И сегодня у правоохранительных органов есть инструментария. Но он пока, к сожалению, они этим инструментом не пользуются. Пока мертвая норма, да? Пока мертвая норма. Хорошо, тогда, если можно, вот два слова о новых законодательных инициативах, в частности, о том, о чем больше всего говорят, в законе алюстрации. Как вы его оцениваете в целом? И что там надо подправить, если надо? На мой взгляд, мы очень опоздали с законом алюстрации. Закон алюстрации нам нужно было принимать после первой народной революции. Как минимум. Это 2004 год. А я думаю, в 91-м. А может быть, в 91-м. Но в 91-м это было совершенно нереально. Потому что, на самом деле, коммунистическая номенклатура, это просто немножко видоизменилось, как этот кубик Рубика. Вот несколько сторон повернулись. Все осталось в содержимое, осталось тоже. И поэтому, ну, там нереально было говорить о возможности алюстрации. В 2004 году можно было говорить об этом, и можно было это реализовать. Не хватило политической воли, не хватило, ну, наверное, желания у первых лиц государства, стойкости, решительности. Ну, и общество не особо требовало. Надо признать, надо быть самокритичным. Эта тема не была номером один, не была каким-то трендом. И в результате мы получили то, что мы получили. Мы получили режим, который выстроил такую модель политического устройства и вообще государственного устройства, которую, на мой взгляд, я думаю, политологи, в том числе западные политологи, будут еще долго изучать. А есть вообще хотя бы приблизительное название? Это даже не олигархический капитализм. Это нельзя назвать олигархическим. Что за формация вообще? Это нельзя назвать государственным капитализмом. Понимаете, папа-дог, дювалье, он отдыхает по сравнению с тем, какая была, достаточно, кстати, эффективная была построена система выкачки государственных средств в личный карман одной, двух, трех семей, там, грубо говоря, да. По разным оценкам, 70 миллиардов долларов Соединенных Штатов за этот период этой небольшой группой лиц было вывезено за пределы Украины. Ну, вы можете представить, что 70 миллиардов долларов сейчас бы не то, что спасли ситуацию экономическую в Украине, а в значительной степени убирали бы целый ряд наших социальных проблем, которые существуют, целый ряд проблем финансо-экономического плана и так далее. Ну вот в 2017 году Европа откроет все счета, откроет все дивиденды, будет отправлять данные в те страны, откуда человек, который положил деньги. Поэтому, честно говоря, шухер обещается такой небольшой. Вот, и я думаю, что все денюжки, наверное, откроются. Я надеюсь, что нам удастся до 2017 года все эти деньги вернуть в Украину. Хотя бы часть из них. К сожалению, большая часть этих денег находится сейчас в России. И в некоторых странах, которые не подпадают под понятие цивилизованный демократический мир. Вот я, работая в Комитете по иностранным делам, сталкивался в том числе с этим вопросом. Сегодня, знаете, какая проблема? Возврата этих средств. Какая? Например, из Великобритании. Я возглавляю с сопредседателем группы Украины и Великобритании. Нет уголовных дел. Представители Великобритании, представители целого ряда других стран Европейского Союза говорят, господа, пожалуйста, мы готовы содействовать максимально по возврату этих средств. Но вы должны доказать. Но для этого нам нужны хотя бы, возбудите хотя бы дела. Ну, правильно. Хотя бы дела должны быть. Они законники, они не могут просто так. Вы знаете, это как тот анекдот, когда еврей все время просит у Бога, чтобы он выиграл что-то в лотерею. Ну, один, второй, третий. Потом Бог уже говорит, слушай, ну ты хоть купил лотерею для начала? Да, лотерейный билет. Это та же история. Ну, хорошо. Но в таком случае, поскольку, да, Европа это сплошные законники, и там без какого-то этапа, без какой-то процедуры... Конечно, просто так отдать какие-то найденные средства они не отдадут. Это невозможно, да. Ну, вот мы сейчас, вот это вот, кстати, один из таких ярких моментов этой избирательной кампании, это эксцессы разные. Совершенно радикализированные. Где-то похоже на театр, где-то действительно страшно. Вот сегодня Шуфрича яйцами забросали, хотя в Николаеве, хотя раньше у нас его побили вообще. То есть, вот, ну, скажем так, неправовой путь установления справедливости. Как вы к этому относитесь? Тут сложное у меня отношение. Я понимаю прекрасно, что... Я понимаю настроение общества в отношении некоторых лиц, которые на протяжении последних десяти лет указывали, как всем нужно жить, что нужно делать. Принимали самые важные решения в этой стране. были элементом или важным фундаментом той системы, которая была выстроена, коррупционной системой и так далее. А сегодня эти же люди, поменяв там эту бейсболочку, вместо бело-голубой, там, одев какую-то другую, выходят и начинают учить опять украинцев жить. Понимаете? Это, конечно, раздражает. Сколько можно. Да. Это раздражает, а это возбуждает общество. Особенно наиболее радикальную его часть. И на каком-то этапе было понятно, мне, во всяком случае, по-человечески были понятны вот эти эмоции людей. Но мы же говорим о том, что мы все-таки цивилизованная страна, цивилизованный народ, и мы идем по европейскому пути развития. Хотим быть частью Европы. В Европе подобные эксцессы недопустимы. Для этого работают какие-то государственные механизмы, институции, которые отсекают коррупционеров от того, что они рвутся к власти, и там других людей, которые нам не нравятся. И мы должны, конечно, к этому стремиться. Особенно вот последние эксцессы. У меня иногда возникает подозрение, что некоторые эксцессы, вот эти все линчевания, бросания людей в урны и так далее, это уже, они носят откровенно заказной характер. Они не имеют ничего общего с общим настроением общества. Вот вы представляете себе, что сотни тысяч людей по мановению собрались и пошли кого-то люстрировать, бросить какого-то Васю Форточкина, директора какой-то фирмы в мусорный ящик. Нет, значит, это собрали 20 молодчиков, заплатили им деньги, и сказали, пойдите и бросьте его. Это носит совершенно заказной характер и стало элементом политической войны. Опасность тут в том, что мы избрали в качестве инструмента политической борьбы подобные методы, они недопустимы. А правоохранительная система не реагирует, не работает. И до тех пор, пока правоохранительная система не будет работать, подобные вещи будут сохраняться. Я, честно говоря, крайне отрицательно отношусь к Шуфричу. Я считаю, что этот политик должен покаяться, ни в какой парламент больше не идти, и начать преподавать в каком-то высшем учебном заведении. Может, в московском. К детям можно пустить? Нет, ну, я же сказал, где-то на севере. Но при этом это совершенно не дает мне или кому-то еще права бить его. Ну, это палка в двух концах. Конечно. Поэтому это не цивилизованная борьба, и я надеюсь, что со временем эта болезнь уйдет. Хорошо. Тогда вот по поводу правый сектор, еще какие-то, свобода. Это союзники или иногда осложняют жизнь? Ну, на каком-то этапе свобода был наш союзник, потому что вопрос стоял, номер один вопрос был свержение того режима, который существовал. И несмотря на огромное количество разногласий, которые у нас есть со свободой, мы шли плечо к плечом, стояли на Майдане и боролись за то, чтобы этот режим был демонтирован. Мы достигли этой цели, но теперь наступает следующий этап. Скорее созидательный. Нам нужно провести реформы в стране. На самом деле это проблема номер один. Мы много говорим о реформах. Это слово уже само стало немножко нарицательным. Реформы и порядок. Потому что, да, потому что, но, но, но. Когда было сказано. Несмотря на это, без них у нас нет будущего. Вот на самом деле сегодня вопрос стоит так. Кстати. Либо реформы, либо не будет Украина. Владимир, у меня я тоже вчера задавала вопрос, и вот сегодня я хочу задать вам вопрос. Помните ситуацию в Польше. Шоковая терапия, которую провел Ярузельский, она стала возможной только благодаря тому, что поляки могли дойти до конца квартала, а когда они поднимали трубку, каждую минуту, им там говорили «Розмолова контролевана». То есть, для подавления вот такого рода вещей, потому что меры непопулярные, меры ужасные, значит, должна быть, наверное, какая-то фигура, я не знаю, или какой-то особый порядок для того, чтобы быстро. Ну, для того, чтобы провести операцию, человеку нужно дать наркоз, иначе никакой операции не будет, да? Только покоцают его ножичком, и все, правильно? Конечно. То есть, вот в этой ситуации есть у нас фигура уровня Ярузельского? И вообще, готова ли страна как-то? Ну, много людей не захочет того. Эти не захотят этого. И вот вы понимаете, что это происходит? Очень важно, мы знаем, что реформу можно провести, и многие страны проводили реформы на волне широкой поддержки общественной. Это очень, да, если да. Нет поддержки общественной, никакая реформа не пройдет. У нас сегодня есть президент Порошенко, у которого, в общем-то, он получил, он выиграл в первом туре, что для Украины не свойственно, да, и получил максимальную поддержку избирателей во всех, без исключения, ну, за исключением оккупированных территориях Украины. Это дает ему мандат, политический мандат, то есть, это мандат доверия избирателей на проведение этих реформ. Я думаю, что президент Порошенко понимает, что если он не сможет провести выборы, не сможет провести реформы в этой стране, то ему будет очень сложно исполнять свои функции эффективно. А он, как менеджер, в общем-то, эффективный, как бизнесмен, думаю, хочет быть эффективным президентом. Ну, понимаете, он, проводя реформы, неизменно столкнется с саботажем, вы согласны? Я вам скажу, да, я согласен с вами, но вот, во-первых, один элемент борьбы с саботажем, это люстрация. Так. Это люстрация. Мы сегодня потеряем миллион чиновников. Куда они пойдут? И очень хорошо. В бизнес идут. Они идут в негосударственные. В бизнес? Это их проблемы. Они идут туда, где они смогут устроиться. А если они уйдут в подполье? Для этого у нас должна работать, наконец-то, правоохранительная система, которая сможет всех подпольщиков вытащить за шкирку и посадить к тюрьму. Вы же понимаете, что представим себе, чтобы не получилась саботажа, придет следующий президент, например, иллюстрирует всех, кстати, было бы неплохо, иллюстрирует всех, кто работал с предыдущим. И вот такую ротацию. Понятно, но мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вы понимаете, саботаж, да? Иллюстрация, да? Еще какой способ? Это первый способ. Многие же не подлежат люстрации. А второй способ, это президент, этот президент, будет иметь феноменальную ситуацию. На мой взгляд, ни один из президентов не имел подобной ситуации. Он будет иметь парламентское большинство. Вот, кстати, по поводу большинства. Блок Парашев. Удар, да? Вы же партия Удар вместе с блоком Парашев. Это правда, что вы даже временно приостановливались? Конечно, это требование закона. То есть сейчас ударовцы не являются. Временно приостановили. Они члены Блока Парашев. Они сейчас все позапартийные. Все Блок Парашев. Вы пришли в парламент, с кем вы будете там договариваться? Большинство создавать? Мы будем, я уверен, что это будет впервые в истории Украины полностью проевропейский парламент. Там не будет вообще открытых антиевропейских сил. И такого в Украине еще никогда не было. Это первый момент. А оппозиционный блок? А разве в оппозиционном блоке, если мне не изменяет память, не люди, которые объявляли европейскую интеграцию своим приоритетом? Ну, знаете. Ну, господин Бойко, ну, господин там кто еще. То есть вы говорите, что явно и громко они об этом говорить не будут? Я говорю, что открыто. Открыто. Открытых противников европейской идеи в парламенте вообще не будет. Это раз. Оппозиционный блок не трогал. Я не уверен, что они вообще пройдут. Все остальные, по большому счету, это проевропейские силы. Умеренные там от Тегипка до неумеренных. Хорошо. То есть Верховная Рада примет определенный ряд законов для реформ. Верховная Рада Украины фактически возьмет на себя обязательство быстрого, динамичного, законодательного обеспечения реформ необходимых стране. Отлично. Как заставить эти законы теперь исполнять? А это уже исполнительная власть, которую будут формировать совместно президент и парламент. По поводу, как будет работать центр с регионами, по вашей версии? Я думаю, что мы рано или поздно придем, опять же, не к болтологии, а к реальной децентрализации. Финансовой? Да. Не административной? Финансовой. О чем я говорю? Не, может быть, там частично и административной. Нам необходимо изменить институт губернаторов сегодня. Это все-таки уже позавчерашний день. Я думаю, что основная исполнительная власть должна находиться у человека, который имеет народный мандат в регионе. Это может быть глава исполкома областного, это может быть там, как его мы не назовем. Ну, выборная должность. Префект, губернатор, представитель президента, он, конечно, останется, но его функция изменится. Его функция изменится. Он не сможет командовать, как работают механизаторы в колхозе таком-то или на фермерском хозяйстве таком-то. Заправили они сегодня трактор или не заправили. Это не функция губернатора вообще. Это даже не функция главы районной державной администрации. То есть исключительно государственный надзор, скажем так, государственный. Исполнение законов соблюдения, работа правоохранительной системы в регионе. Это будут основные функции. То есть, в принципе, административная финансовая децентрализация и административная реформа тоже может быть. Конечно. Я не сомневаюсь. Без этого мы вперед не двинемся. И самое главное, самое главное, даже не вот этот уровень регион-район. Это не главный уровень. Мы должны уже отойти от советского построения страны. Давайте вернем на базовый уровень. Базовый уровень – это территориальная громада. Это поселок, село, город. Это люди, которые формируются. А это означает, что нам надо реализовать настоящее, не декларативное, миссевое самовредование. Это, кстати, мотивация к возникновению гражданского общества. Самое главное. Если люди будут знать, что они выбрали этого человека сами, то есть у человека появляется инструмент, какой-то механизм решать местные вопросы, не обращая внимания, кто президент, а кто в парламенте сидит. Понимаете? Да, вот это да. Это очень важно. Забыть вообще, кто там наверху. У нас просто осталось совсем мало времени по поводу еще исполнения законов и прочего. Дело в том, что милиция, суды, судебная реформа. Я всегда говорю, что самое важное – это судебная реформа. Как только маленький человек сможет добиться правосудия, добиться правды в суде, очень многое изменится. Это просто вытянет вот так вот по цепочке все. Судебная реформа на каком месте? Я вам скажу, есть такая мудрая страна в Европе, называется Королевство Нидерланды. Я возглавляю группу, в том числе Украина-Нидерланды. Недавно я разговаривал с послом этой страны, это очень уважаемый в своей стране человек, недавно приступил к исполнению обязанностей своих, и он сказал одну вещь. Он сказал, все это очень важно, все, что вы говорите. Конечно, это нужно реформировать армию, нужно реформировать милицию, нужно то сделать, то, то, то. Но вот мы недавно общались, хотели… Как могут Нидерланды помочь Украине? Мы свой бизнес собрали в ГАГе и говорим, надо вкладывать деньги в Украину. Потому что самая главная нам помощь – это инвестиции. Все остальное мы как-то еще разберемся. Вот инвестиции нам нужны, у нас нет живых денег в экономике. И они все говорят, окей, нет вопросов. В Украине есть одна проблема, как только она решится, деньги пойдут. Потому что сегодня есть в Европе, на Западе деньги, которые нужно куда-то приложить, чтобы они работали. Какая проблема? Суд. Да, проблема судебной реформирования судебной системы – это проблема, знаете, как говорят про Одессу, что это не первый город, но и не второй. Так можно сказать и про эту проблему. Это, может, не первая проблема, но и не вторая. Это одна из важнейших краеугольных проблем, без которой, кстати, без честного независимого суда мы не сможем провести реформу. Вы знаете, что в семи заповедях «Сыновья мноя» последняя заповедь – создать справедливую судебную систему. У нас до сих пор актуальна эта тема. У нас до сих пор актуальна эта тема. Я думаю, мы сделаем это. Мы это сделаем, у нас другого выхода нет. Иначе просто не будет страны, еще раз хочу подчеркнуть. И это не высокие слова, это реальная такая ситуация. В стране, в которой невозможно найти справедливость нигде… А у нее нет будущего. Это нет будущего. Конечно. Однозначно, потому что нет ни норм, нет ни плохо, ни хорошо. Я полностью с вами согласен. Нет ни кто прав, кто виноват. Все это меняется. Новые поколения, которые вырастают в этой среде, они теряют вообще верх, низ… Тут тоже очень важна, кстати, тот процесс, который называется иллюстрацией, который, кстати, не будет носить такой… Я надеюсь… Вот мне интересно, как он будет у нас просто… Не будет носить компанейщины, такой характер компанейщины. Не будет ли главного иллюстратора, с которым можно порешать вопрос? Ну, как главный инквизитор. Я думаю, что главный иллюстратор в нашей стране после известных событий – это народ Украины, это общество. И он будет следить и наблюдать. Ну, надеюсь, не в форме мусорных ящиков? Нет. Общество тоже должно самоорганизоваться, понимаете? И этот процесс идет, на мой взгляд… Цивилизованные формы. Вот смотрите, государство на первых этапах не могло справиться с своей функцией в ходе обеспечения АТО, определенными для жизнедеятельности. Это вообще ужасно. Кто сделал это? Ну, волонтеры. Общество ответило сразу на этот запад, как говорится. Я думаю, что… Это маленький пример, но он характерный, он показывает, что мы можем. Но вы согласны с тем, что мы должны все-таки как-то поменять свою, вот эту главную национальную идею «Моя хата с краю» на все-таки другую идею, что мы друг без дружки, в общем-то, пропадем? Мы пропадем. Потому что мы такой лакомый кусочек, в общем-то, для всех. И не знаешь, с какой стороны кто вообще пытается присосаться, так ведь? Не сомнений. Если мы не будем держаться вместе, то нас вообще разорвут с любовью. И кроме того, еще один очень важный момент. Каждый человек должен помнить, что он гражданин. И что он многое может решать. Он сам по себе, это громко, это личность. Вот когда каждый из нас почувствует себя личностью, будет все нормально. Да, даже не знаю, как, потому что это вопрос, да, вопрос собственного достоинства, он такой, он это выдавить из себя раба, не у всех получает. Иначе мы обречены на призывание, на серую зону. Нам главное, буквально 10 секунд, нам главное, чтобы каждый человек знал свои права, но в тот же время не забывал, что у его визави есть тоже права. Конечно. И помнил о них. И вот тогда вот в этом контакте тогда и возникнут нормальные общественные взаимоотношения. Вообще нам нужен новый общественный договор, мне так кажется. Конечно. Его надо формировать. Я оптимист и думаю, что мы преодолеем все трудности. Эти сегодняшние трудности закалят украинский народ еще больше. И несмотря на все проблемы, которые есть, у нас есть все шансы стать нормальной, цивилизованной европейской страной. Так народ говорит, так мы же уже согласны, да, как по Жванецкому. Кроме того, чтобы быть согласным, нужно еще что-то для этого сделать. Понятно, но нужно дать людям правила, чтобы они четко знали, какие правила, как можно жить так, чтобы их не нарушать и нормально жить, чтобы не нужно было стоять вот так вот со взяткой. Вы понимаете? То есть эта ситуация настолько вообще такой комплекс вопросов, что, ну, я не знаю, будем... Мы сдвинем это с места, я думаю... Ну, дай бог. Я думаю... Будем надеяться, что в нашей стране можно будет найти справедливость. Конечно. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был народный депутат Украины Владимир Куриной. А беседовали мы с ним вот по вопросам выборов, поскольку он является ответственным за политическую часть избирательной кампании Петра Порошенко, нашего президента в Одесской области. Ну, с вами была Виктория Белошицкая. До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok